Приветствую всех, кто смотрит это видео. Меня зовут Лариса Слепцова, и тема сегодняшней лекции это «Как правильно корректировать неправильное поведение ребёнка». Тема звучит странно, на первый взгляд, поскольку, наверное, согласитесь, что в жизни не бывает неправильного неправильного поведения. Это оценочное отношение. Если мы с этой позиции будем смотреть, то будем субъективны в своём восприятии того или иного. Это будет наше правильное поведение. А у каждого человека своя правда, своя норма. И в этом плане, если будем исходить из этого представления, конечно, мы будем ошибаться. Поэтому здесь речь пойдёт о том, как проявлять свою любовь, как проявлять, донести свою любовь в сложных ситуациях у ребёнка, когда ребёнку больно, когда ребёнок испытывает неудачу, когда ребёнок ошибается. Ведь ребёнок имеет опыт совсем небольшой. И он, возможно, только начинает учиться чему-то. У него не получается. И он огорчается. То есть жизнь у ребёнка может состоять не только из радостных, позитивных эмоций, которые хотелось бы видеть, но и из огорчений. И вот как родители воспринимают, как себя чувствуют рядом с ребёнком, когда ему больно, когда ребёнок грустит, печалится. Что же надо делать? Ведь хочется, чтобы наш ребёнок всегда был радостным, энергичным, мотивированным, интересовался и так далее. Но жизнь состоит не только из успешных моментов. Если мы будем ориентироваться только на результат, на цель, а ежедневно мы не достигаем, не показываем результаты. Даже взрослые не показывают результаты. Правильно? И тем более ребёнок. Поэтому важно обращать внимание на процесс. И потому что, если мы будем ожидать от ребёнка ежедневно каких-то успехов, каких-то результатов, или фиксировать это, хвалить, радоваться только тогда, когда он успешен, то ребёнок будет относиться к себе тоже так же и не будет ценить состояние радости ежедневной. То есть часто бывает так, когда ребёнка спрашиваешь, от чего ты радуешься? Ребёнок говорит, когда я получаю оценки хорошие, пятёрку получаю, или когда мне дарят подарки. То есть он радуется за какой-то результат. Бывают дети, которые говорят, я радуюсь, когда я катаюсь на велосипеде, когда я бегаю. И это естественная радость. И это очень хорошо, когда ребёнок это чувствует и осознаёт. И это зависит, конечно, от родителя. Если родитель будет фиксировать, радоваться, проявлять свою радость эмоционально, тогда ребёнок будет понимать, что с ним всё в порядке, что это и обозначать словами, что «как я рада, что тебе сейчас радостно, что ты сейчас занимаешься чем-то, например». «Да, ты так здорово у тебя получается, например». И таким образом мы ребёнку даём обратную связь, что сейчас он испытывает эмоцию радости. И тогда ребёнок понимает, да, сейчас ему хорошо, и он проявляет эту радость естественным образом. Но бывает так, что дети не проявляют, скрывают, то есть держивают даже радость. Вот в своём опыте я, обучая детей на занятиях по развитию эмоционального интеллекта, вижу, что некоторые дети не проявляют даже радости и не замечают, что они сейчас радуются. И когда только спрашиваешь, например, что ты сейчас радуешься, ты улыбаешься, от чего ты радуешься, где находятся в теле эти ощущения радости, и тогда ребёнок начинает понимать, да, мне радостно от того, что со мной поделились, меня выслушали, и мне хорошо общаться с детьми, играть. И ребёнок начинает ценить этот момент и осознавать свои эмоции. И сегодня, значит, вот тема как раз того, что ребёнок каким-то образом себя ведёт, то есть поведение желает быть лучше. И в эти моменты, что надо делать родителю, чтобы помочь ребёнку выйти из этой ситуации с чувством достоинства, с пониманием того, что он преодолел эту ситуацию, он получил опыт, и в дальнейшем он уже будет понимать в таких ситуациях, как себя вести. И тогда у него появляется уверенное поведение. И здесь, значит, вот известный специалист по семейной психологии Джон Готман в своей книге «Эмоциональный интеллект ребёнка» отмечает, что по результатам исследований родители и детей и их взаимоотношений выявили, что есть две группы родителей, и родители, которые обучают ребёнка справляться с трудностями, развивают эмоциональный интеллект, и группа родителей, которые не умеют этого делать. В этой группе родителей, тех, кто не умеет этого делать, выделили три группы. Первая группа – это отвергающие родители. То есть в поведении родителей отмечается отвержение. То есть это родители, которые, возможно, сами не умеют справляться со своим эмоциональным состоянием, или считают, что это пустяки, что ребёнок сам справится, что его так не воспитывали, и он отрицает наличие каких-то эмоций у ребёнка. То есть, например, бывает так, что, например, ребёнок, мальчик плачет, ему говорят «не плачь, ты же мальчик». А это уже отвержение, отрицание получается, непринятие. И что ребёнок чувствует? Когда ребёнок слышит такие слова, он может моментально остановиться, но у него остаётся ощущение того, что он делает что-то не так. То есть это может ассоциироваться ещё с тем, что он плохой какой-то, что у него эти ощущения, эмоции появляются, и он не может с этим справиться, значит, он что-то делает не так. И он один на один остаётся со своим этим ощущением, со своими неприятными эмоциями, грусти, печаль. И он может замкнуться, закрыться, и в дальнейшем он уже не будет говорить о своих каких-то переживаниях. И от этого, естественно, может появиться чувство одиночества. Возможно, в будущем агрессия может появиться, как защитный, защитного плана. Значит, или ребёнок не будет сопереживать другим, детям, например, да, другим. Второй тип родителей, вторая группа, это неодобряющие. То есть это родители, которые показывают, что они не одобряют поведение ребёнка. Когда ребёнку, например, грустно, или он чего-то боится, они могут, например, показать, что они не одобряют. Возможно, они показывают без слов, просто, значит, отрицая такое поведение. Или когда ребёнок злится, например, показывает своё неодобрение, например, чего-то, или нежелание чего-то сделать. И тогда родители, когда наказывают, вплоть даже, бывает, физически даже, да, то есть это родители, которые сами не справляются. Они не в ресурсном состоянии. Я думаю, что каждый родитель любит своего ребёнка. Каждый родитель. И он хочет добра, хочет изменить, поменять поведение ребёнка в лучшую сторону именно с благих намерений, с благими намерениями он каким-то образом поступает. Но при этом ему мешает его состояние. То есть здесь нужно обратить внимание, когда ребёнок себя каким-то образом ведёт, то что происходит у вас, у родителей, да? То есть что вы чувствуете на данный момент? эмоция, раздражение может быть, да, злости приходит. На что именно? От чего это злость или раздражение? Возможно, приходит причиной этой эмоции, неприятных этих эмоций, может быть ощущение себя плохим родителем или ощущение того, что я что-то делаю не так. Или, в-третьих, это может быть то, что мой ребёнок какой-то не такой или ведёт себя не так, как другие дети. Значит, идёт оценка своего ребёнка, его поведение, и это оценочное состояние. Когда взрослый, ну, родитель оценивает, то, естественно, это приводит, ну, к такому поведению, когда появляются такие неприятные эмоции, да, когда человек оценивает, что он не справляется с ситуацией, не справляется с поведением ребёнка, у него опускаются руки, это означает, что ресурсы закончились, то есть, он не в ресурсном состоянии. Таким образом, для того, чтобы быть рядом с ребёнком, необходимо думать о себе, то есть, научиться, во-первых, быть в ресурсном состоянии. Вопрос такой, сколько времени вы отводите для себя, для того, чтобы быть в ресурсном состоянии, для того, чтобы проявлять радость, проявлять свою любовь, тепло, заботу. Или это происходит через силу, что я должна это сделать. Когда мама занята многими делами, у неё в голове очень много забот, и у неё не остаётся времени на то, чтобы отдохнуть, уделить время только себе тому, что вдохновляет, воодушевляет, радует, именно позаниматься, расслабиться, успокоиться, поспать даже, да, нужно, для того, чтобы восстановить силы, потому что наша энергия, значит, как правило, уменьшается, то есть, когда мы отдаём, то, естественно, есть желание взять, то это закон сохранения энергии, работает везде, да, то есть, энергия, если мы отдаём, то она должна откуда-то, мы должны получить эту энергию, поэтому мы восстанавливаем свои силы, для того, чтобы отдавать своим детям, поэтому, тем более, если у мамы много детей, значит, три и более детей, каждому ребёнку нужно уделить внимание, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя единственно любимым, он ведь не виноват в том, что появились братья и сёстры, да, но, несмотря на это, ребёнок любится, их братьев и сестёр, и эта любовь, она должна идти от сердца, да, не потому, что вот ты должен смотреть со своим братом или с сестрой, да, а создавать такие условия, когда ребёнок сам этого хочет, им радуется общению с братом, с сестрой, он получает удовольствие от того, что играет, занимается этим, да, то есть ребёнок с детства учится заботиться о ком-то, и это очень важное качество, когда старший ребёнок заботится о младшем, и когда он вырастет, он будет заботиться легко о своих детях, у него уже есть опыт заботы, он проявляет любовь, да, и каждый родитель любит своего ребёнка, хочет, чтобы его ребёнок был счастливый, радостный, позитивный, успешный, и здесь важно, и каждый ребёнок любит своих родителей, и хочет, чтобы в семье была радость, чтобы общение было, строилось на понимании, чтобы его понимали, чтобы его принимали таким, какой он есть, да, каждый ребёнок задаёт, возможно, неосознанно задаётся вопрос, молюбит, любите ли вы меня, то есть своим поведением он может говорить о том, насколько вы меня любите, принимаете ли вы меня таким, с таким поведением, и поэтому здесь особенно важно то, что в трудные минуты взрослый 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 был рядом с ребёнком, то есть особенно в такие минуты родитель чувствует себя именно отцом или мамой своего ребёнка, да, когда он чувствует, что он особенно сейчас важен, важно его присутствие, важно то, что он находится рядом, ну вот, например, можно понять себя, осознать свои эмоции по такому моменту, например, ребёнок пришёл домой, весь грязный, одежда порвана, например, да, мальчик пришёл, он играл, где-то упал, подрался, может быть, да, и какие мысли приходят в первую очередь, если приходят мысли, например, о, опять сегодня, вместо того, чтобы там стряпать или ещё что-то, придётся стирать, например, да, то есть при таких мыслях получается, что мама не в ресурсном состоянии, она устала и хочет, чтобы дети, например, себя вели так, чтобы не пришлось их отчитывать, ругать, например, да, за что-то, если что-то происходит такое, значит, это как бы напрягает, да, что родитель думает о своих проблемах, это означает, что человек не в ресурсном состоянии, если у него возникают мысли вот такого плана, он думает о своих заботах, о своих проблемах, значит, нужно отдохнуть и научиться проявлять эмоции злости в такой момент, да, или раздражения, естественно, неприятные эмоции будут правильно проявлять эту эмоцию, другой случай, когда мама говорит, а ты не поранился, с тобой все в порядке, это говорит о том, что мама думает о ребенке, в первую очередь, и ребенок тогда что получает, ребенок ощущает, что он важнее, да, что его здоровье, что его жизнь важнее, чем что-то материальное, мама проявляет заботу, мама спрашивает в первую очередь его самочувствия, и естественно, это такое отношение, конечно, ребенку помогает понять и осознать, а что он сделал, в следующий раз он уже будет заботиться о себе, да, то есть таким образом мама учит заботиться о себе, да, если ребенок чувствует ценность себя, он начинает ценить и себя тоже, то есть по тому, как относятся к нему формируется его самооценка. Ну, в моем опыте на практике значит работе с детьми, с подростками, когда на вопрос назови позитивные качества свои, три позитивных качества, дети часто затрудняются, но очень быстро говорят о каких-то негативных качествах, например, да, что что-то у них не получается, так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что дети слышали от родителей, то есть не нечасто слышали о себе позитивные, да, и даже если спрашиваешь родителей, например, назовите быстро три качества свои позитивные, во многих аудиториях родители затрудняются, единицы могут сказать о себе, например, позитивных. Часто это бывает так, что, например, я целеустремленная, ответственная, справедливая и так далее. То, что касается отношения с людьми или то, что касается отношения к телу, да, например, что я такой добросовестный и так далее. Таких личностных качеств, как, например, что активный, веселый, энергичный, умный, красивый, например, многие женщины даже не говорят о себе, я красивая, скажем, да, то есть, осознание своих качеств позитивных. почему важно это формировать с детства, потому что вот именно в такие трудные моменты, сложные моменты, человеку важно понимать себя, осознавать именно позитивные, с позитивной стороны, да, и это поможет преодолеть эту ситуацию, вспомнить себя успешно, ну, например, неприятные эмоции, когда возникают, неприятные эмоции, они связаны с мыслями, и когда происходит что-то, приходит, например, мысль, например, это я не смогу, как только такая мысль придет, придет эмоция какая, страх придет или груст придет, да, то есть человек будет уже не уверен что-то делать, если я не смогу, и есть такая техника хорошая, да, что, вот, например, как только вы почувствовали неприятную эмоцию, вы отметили эту эмоцию, какая-то эмоция, да, обозначили словом, например, да, и зафиксировали, какая мысль, мысли бывают быстротечные, их много, тысячи мыслей проносятся в голове, но именно какая мысль привела к этой эмоции, важно сказать себе стоп, то есть остановить себя на этом, и здесь можно применить разные техники, если человек чувствует злость, это эмоция очень такая энергозатратная, много-много энергии в злости, да, то есть накоплено, заблокированное энергию, как только человек к себе говорит стоп, начинает дышать, то уже уровень энергии чуть-чуть снижается, и начинать вспоминать свои успешные моменты, если были такие похожие ситуации, как вы себя вели, как вы вышли из этой ситуации, почувствовать себя, ну, не обязательно в этой ситуации, вспомнить себя, образ, возможно, да, также вспомнить, а какая вы, позитивные качества, вот здесь вам помогут, если вы знаете, сразу придут в голову, а я, вот, например, как любящая, заботливая мама, что я могу в этой ситуации сделать, например, да, ребенок, например, ведет себя, например, бегает где-то, да, вот, ну, обычно это бывает, ну, как бы, дети себя ведут неправильно, как мы говорим, да, в социальных каких-то местах, например, они шумят, может быть, да, ребенок шумит где-то в библиотеке, может быть, или еще где-то, например, говорит громко, может быть, бегает где-то, да, не слушает вас, да, тогда вы начинаете вспоминать о себе, например, какая вы, вы любящая, какой образ у вас есть хороший, как любящая, заботливая мама, вспомнили этот образ и тогда уже появляется, задаете себе вопрос, а что я могу сделать в этой ситуации, тогда сразу появляются ответы, стратегии поведения, да, вы себя чувствуете, входите в это состояние, вот именно любящая, вот я любящая мама, заботливая мама, что я могу сделать сейчас, ага, и таким образом придет именно та стратегия, которая подойдет именно в той ситуации для вас и для ребенка, и ребенок почувствует, почувствует, что вы искренне, естественно проживаете этот момент, и естественно ребенок будет благодарен, да, возможно он не будет об этом говорить, но в последующем уже, в последующем он будет прислушиваться к вашему мнению, поскольку вы ему помогли выйти с достоинством из такой ситуации, может быть, да, с чувством юмора, может быть, превратили в шутку, может быть, да, а если в такой ситуации мы оцениваем или ведем себя авторитарно, например, например, мы что можем сделать, например, чтобы прекратить, если родитель чувствует страх, например, да, боится оценки окружающих, что скажет, смогут сказать, что я плохая мама, что я не могу справиться с своим ребенком, тогда, естественно, этот страх блокирует когнитивный процесс, и уже человек не знает, как себя вести, он, значит, в этой эмоции, и ему стыдно, скажем, да, стыд пришел, естественно, он может на ребенка накачать или сказать, прекрати бегать, или замолчи, такие вот директивные, да, авторитарные указания, они ребенка, значит, что делают, заставляют послушаться, то есть, это кратковременно, но ребенок может прислушаться, то есть, он прекращает это поведение, то есть, он садится, но при этом в следующий раз он, опять же, не получив, не удовлетворив потребность в любви, в принятии, в понимании, это поведение в последующем повторится, поэтому в общении с ребенком мы постоянно обучаем, обучаем жизни, да, жизни, проявляя себя естественным образом, если мы, например, накричали, то мы можем извиниться, сказать, прости, что вот я сейчас повысила голос, я почувствовала, лучше проговорить свои чувства, когда ты бегал, я почувствовала то-то, то-то, и сказать, что вот поступило неправильно, и сказать, чего вы хотите, как мама, я хочу, я тебя люблю, то есть, нужно здесь отделить ребенка от его поведения, оценивать можно только поведение, но не ребенка, чтобы вот когда слова, которые вот высказаны в эмоциях, они могут прозвучать так, что ребенок может почувствовать себя плохим, что он какой-то не такой, что он плохой, и это ощущение остается с ним надолго, даже вплоть до взрослого состояния, блокируется, то есть, он в этот момент сжимается, напрягается, страх его сковывает, и в теле внутри могут появиться зажимы мышц, мышечные зажимы, и внутри может появиться обида, горечь от того, что его не понимают, вот его заблокировали, он хотел бегать, у него была энергия, он возможно не понимал, где он находится, то есть, поэтому важно до выхода в социум учить ребенка профилактически, обучать его таким социальным навыкам, правилам, что вот если мы сегодня пойдем туда-то в гости, или мы поедем на автобусе, или мы поедем, будем в тех местах, где много народу, или мы пойдем сегодня в музей, где в музее не принято говорить громко, значит, там люди приходят созерцать картины, будут интересны, и так далее, то есть, важно все время обучать ребенка, и ребенок тогда понимая, он будет естественно в такой ситуации будет готов, потому что все делается дважды, в первый раз в голове, а второй раз это проявляется, мы проявляем, чем тщательнее мы проектируем, тем лучше результат, поэтому если мы продумываем, если ребенок, а ребенок, он живет ежедневно не ожидая каких-то ситуаций, то есть, он не планирует, не прогнозирует, возможно, что будет, потому что у него опыта нет, а мы взрослые, у нас есть опыт, и мы, когда куда-то идем, то мы проектируем и вплоть до того, что будем говорить, как будем отвечать, в какой одежде пойдем, то есть, мы заранее обеспечиваем, создаем условия успешности, и поэтому такие условия успешности важно создавать и для ребенка, обучать этому, обучать вместе, проговаривая, беседуя, общаясь с ним, рассказывая, в младшем, в дошкольном возрасте это хорошо делать в сказках, например, обучая сказкам, очень хорошо поведение, учить в разных ситуациях, а как, а почему он так сделал, например, что произошло, как себя чувствовал и так далее, ребенок усваивает это уже как-то косвенно и безболезненно, таким образом между родителем и ребенком создается такая эмоциональная теплая связь, доверие, ребенок доверяется и рассказывает о том, что он чувствует, что переживает, и когда ребенок доверяется, важно это воспринимать без оценки, внимательно выслушивать, слушать с интересом, оставив все дела, и тогда ребенок будет понимать, ощущать, что то, что с ним происходит, это важно, то, что он чувствует, это ценно, а если ребенка, например, ребенок ребенка любят, очень умиляются, любят и смеются, например, да, так что, о, какой хорошенький, такой, прямо переполняет чувства, да, в этот момент ребенок как себя чувствует? Ребенок может чувствовать себя объектом, это не очень хорошее ощущение, когда над ним смеются, и непонятно, от чего смеются, важно поэтому доносить до ребенка, я тебя очень люблю, я сейчас ощущаешь вот это любовь к тебе, и от этого мне хочется смеяться и радоваться, смех это радость, я радуюсь, когда я смотрю на тебя и радуюсь, а если я не объясняю, от чего я смеюсь, возможно, это может быть значит, зафиксировано с тем, чтобы, что происходит внутри, например, да, ребенок занят чем-то, может быть, да, и вот над ним как будто бы смеются, да, или, возможно, может быть сарказм какой-то, то есть обучая, если мы проявляем сарказм, оцениваем как-то, это тоже как-то вот сжимает, да, внутреннее я человека, ребенка, и ребенок не раскрывается в полной мере, и часто дети не проявляют неприятные эмоции, вот, на занятиях, когда спрашиваем, например, что вы, ну, например, как часто вы проявляете злость, например, эмоция злости, плохая эмоция или хорошая, дети говорят, плохая эмоция, да, но нет у нас плохих или хороших эмоций, все эмоции, они для чего-то нужны, они полезны, мы рассказываем о том, что каждая эмоция имеет, значит, значит, свою пользу, да, то есть злость, например, чем полезна злость? Злость это много энергии, но без радости, то есть когда не удовлетворяются какие-то потребности, ожидания, как бы может быть не оправдались, человек хотел и радость пропала, энергия есть, то есть он хотел достичь какой-то цели, что-то произошло и у него раз радость ушла, а энергия досталась, эта энергия, она проявляется в виде злости, и эту злость нужно научить правильно проявлять, то есть именно родитель показывает, как можно проявлять неприятные эмоции конструктивно, деструктивно это когда импульсивно человек проявляет свои неприятные эмоции, не думая, то есть это означает, что человек не готов к неожиданным ситуациям, ситуация изменилась, ему это не понравилось, и он это выражает. Если мы подключаем эмоциональный интеллект, то получается, что в эмоциональном воспитании человек, значит, родитель, он осознает свою эмоцию, не отрицает, проживает эту эмоцию, сейчас я чувствую раздражение, и он пребывая в этой эмоции, не отрицая, может регулировать своим состоянием, и даже это можно сделать заранее, например, какое поведение ребенка особенно эмоционирует вас, то есть, что раздражает в поведении ребенка вас, можете ответить на этот вопрос, например, заранее, сейчас, например, задайтесь этим вопросом, напишите, какое поведение ребенка может раздражать вас, например, когда ребенок, часто говорят родители, например, когда я прошу помыть посуду, он не приходит, он сидит за компьютером, говорит один раз, второй раз, третий раз приходит, значит, после того, как уже голос повысишь, только тогда приходит и нехотя моет посуду, ну, вот такой пример из жизни, да, например, и это раздражает родителей, то есть, раздражает родителей, что именно раздражает, то есть, чего хочет родитель, чтобы ребенок послушался его и сразу пошел помыл посуду, тогда он в этом случае родитель хочет воспитать послушного ребенка, но подросток может быть занят чем-то своим, он за компьютером сидит, но при этом он увлечен икрой, может, или он увлечен каким-то процессом, его внимание сосредоточено на каком-то процессе, если мы его авторитарным образом его оттуда вынимаем, то есть, мы говорим иди, делай уроки, не присоединившись, не поинтересовавшись, то есть, мы показываем, проявляем агрессию, получается, и, конечно, в ответ можем получить протестное поведение, поэтому обязательно уважительное отношение к личности ребенка, ребенок точно так же ощущает себя, как и взрослые люди ощущают отношение к нему, поэтому важно уважение, что происходит сейчас, чего я хочу, почему я прошу именно сейчас его это сделать, например, раздражает, если это раздражает, например, то, что вас не слушают, раздражает, значит, проблема находится в вас сами, не в ребенке дело, поэтому нужно проработать, что за проблема, почему вас это цепляет, раздражает, или например, раздражает то, что он, например, вы обеспокоены тем, что он долго сидит за компьютером, то есть вы обеспокоены, например, его здоровьем, влиянием на его здоровье, вот этого, то есть то, что он не заботится о себе, скажем, о чем это говорит, то, что вы значит, в этой ситуации думаете о том, чего нет, на данный момент, на данный момент здоровье нормальное, он сидит, и поэтому по факту, по факту ваша тревога, она неадекватна в этой ситуации получается, да, поэтому чего вы хотите, значит, чтобы он прислушивался, значит, важно установить контакт с ним, эмоциональную связь надо установить, да, и тогда, естественно, если вы договоритесь, например, да, когда вы сядете вместе поговорите, обязательно нужно установить контакт глаз, если вы говорите в затылок, то, естественно, ребенок не будет слышать и понимать вас, поэтому важно с ребенком устанавливать такой вот зрительный контакт, это очень важно во всех случаях, не только с ребенком, вообще со всеми, если вы хотите добиться цели, чтобы смотреть в глаза человеку и говорить о том, что вы чувствуете, как там что-то делает, чего вы хотите и почему вы этого хотите аргументировать, да, и тогда вы можете договориться о том, что нужно делать в следующий раз, чтобы этого не повторилось в такой эмоциональной ситуации между вами, да, что вам не нравится, вам хочется чего, важно говорить не о том, что чего не хочется, а нужно говорить о том, чего хочется, я хочу с тобой разговаривать так-то, так-то, например, да, понимать друг друга, я хочу, чтобы между нами было такое понимание, доверие, я со своей стороны буду делать то-то, то-то, а ты как, то-то, важно еще мнение ребенка слышать, да, то-есть, интересоваться, вот это, значит, в таких ситуациях, например, каких-то, например, когда нужна ваша помощь, да, вы видите, что ребенку грустно, что он чем-то печален, да, или когда он, например, не слушается, маленький ребенок может не слушать, например, вы собираетесь, а он не одевается, например, да, и уже нужно его быстро одеть, и так далее, в таких ситуациях бывает, что уже силой родитель заставляет ребенка одеть, одеться, и ребенок плачет, и они идут, но, что при этом ребенок испытывает, ребенок испытывает вот именно такое эмоциональное насилие, то-есть, его заставили, то-есть, его не поняли, его состояние, естественно, если это будет повторяться, он будет все время это поведение проявлять, поэтому важно здесь присоединиться, принять его чувства на глубинном уровне, формально, то-есть, все, ребенок делает, все хорошо, слушается, послушает, но на глубинном уровне принятие чувств может не быть важно принять, принять, то-есть, твои чувства важны для меня, я вижу, что ты переживаешь, это нужно донести до ребенка, что они, это то, что ты чувствуешь, это нормально, то, что ты чувствуешь злость, это нормально, естественное состояние, и вы помогаете, когда присоединяетесь, вы помогаете ему выйти из этого состояния, и тогда ребенок начинает осознавать, он не отрицает свою эмоцию, а он понимает, осознает свое состояние эмоциональное, И пытается, и понимает, как он же хочет выйти из этого состояния, ему тоже не нравится это состояние. Поэтому, когда вы это показываете на своем примере, присоединяйтесь, обозначайте эту эмоцию, что вы видите и понимаете его. Можете даже рассказать из своего примера, да, я тоже испытывала такое, да. Я могу представить, как тебе больно, я могу представить, как тебе трудно, я могу представить, что тебе сейчас грустно и так далее. И тогда ребенок понимает, что с ним все в порядке, но сейчас трудности, они преодолимы, да. И вы вместе пытаетесь выйти из этой ситуации, помогаете выйти из этой ситуации. Ну, например, первый шаг, это то, вы даете понятие, что вы увидели и эту эмоцию, тебе грустно, я вижу, что по лицу можно увидеть, да, по его поведению, что тебе грустно, я вижу. То есть здесь важно в речи применять описывающие фразы, безоценочно, не надо оценивать, не надо, например, обобщающие слова использовать, например, ты ленишься, ты нехотя делаешь и так далее. Это все оценка, важно говорить то, что вы видите, слышите, то, что можно измерить по времени, да. То есть ты сейчас кричишь, ты сейчас плачешь, ты сейчас, например, там что-то бегаешь, там и так далее. Или ты сейчас лежишь, например, да, и не смотришь на меня, например, да, я вижу, что тебе грустно, могу я тебе чем-то помочь, я хочу тебе помочь. И быть рядом, да, то есть назвать вы, когда взрослый обозначает эту эмоцию, уже становится легче. То есть ребенок, правильно ли я понимаю, что тебе сейчас грустно, правильно ли я понимаю, что ты сейчас злишься. И таким образом вы устанавливаете связь, контакт и находитесь рядом. То есть вот эти несколько минут, они потом, вы можете на несколько минут опоздать, но зато вы в будущем уже не будете опаздывать. Вы установите эту эмоциональную связь с ребенком и уже договоритесь, уже преодолеете. А если вы постоянно будете заставлять ребенка что-то делать, чтобы он не опаздывал, естественно, это будет повторяться постоянно, да. Поэтому важно, чтобы помочь ребенку преодолеть эту трудную ситуацию, быть рядом, да, значит, и позволить дать время почувствовать, не торопить. На этот вот эмоции, они не очень долго длятся, да, несколько минут. Несколько минут, даже вот вы ребенка взяли на колени, посадили, обняли. В этот момент важно прикосновение, телесный контакт. И тогда ребенок чувствует, что есть рядом взрослый человек, который его понимает, принимает его переживания, то, что с ним происходит. Он расслабляется, успокаивается, да. И он понимает, что уважает его чувства, уважает его, и он начинает ценить себя, да. И он начинает понимать, что его чувства обоснованы, что его поведение обосновано, что это имеет место быть, это и есть принять. Любой человек имеет право, да, проявлять себя так, как он проявляет, да. Ребенок проявляет себя в этой ситуации так. У каждого человека есть право проявлять себя, значит, по-своему, да. Но при этом вы устанавливаете определенные какие-то границы. То есть вы принимаете ребенка, он, вместе с ним вы прочувствуете эту эмоцию, да, вот проживете вместе с ним, да. И показываете, что можно преодолеть эту ситуацию. То есть вы стратегии вместе с ним рассматриваете, да. То есть начинаете смотреть уже позитивно, например, да. Да, я могу представить, что как тебе. Мне бы тоже, например, не хотелось идти на работу, например. Вы идете на работу, ребенок в садик, например, не хочет. Было бы хорошо, если бы мы остались. Но я работаю, и мне надо идти на работу, а тебе надо в садик. А давай представим, когда мы не будем... Вот выходной день, когда мы не будем... Когда нам не надо будет идти на работу, а тебе в детский сад. Что бы мы могли бы сделать? И у ребенка вы уже, значит, трансформируете, да. То есть как бы ребенок начинает уже отвлекаться и начинает думать. Выходит из этого состояния. Он уже прочувствовал, пережил, прожил. Почувствовал, что его принимают, понимают. У него появляется позитивное состояние. Да, энергия появляется. У него появляется желание уже что-то делать. И можно это использовать. То есть вы посидели там 2-3 минуты, обнявшись уже. Ребенок подзарядился энергией. И он уже хочет двигаться, действовать. Вот. Таким образом. Тема такая большая. Но у нас по времени мы завершаем нашу лекцию. Если будут у вас вопросы, задавайте, обращайтесь к нам в психологический центр Надежды Васильевой. Желаю удачи, любите, проявляйте любовь, радуйтесь и наслаждайтесь общением со своими детьми.